Девушки отдыхают Игорем Кабаненко, представителем немецкого фонда маршала Брунелетта. Это Код Безопасности. Я Татьяна Попова. Добрый вечер. До российского вторжения на вооружении военно-морских сил Украины находилось 5 корветов, 1 фрегат, 3 тральщика, 2 десантных корабля, подводная лодка, 49 вспомогательных кораблей и 35 самолетов. В результате оккупации Крыма в 2014 году около 80% военного флота Украины были захвачены и остались у берегов полуострова. Сейчас военно-морские силы Украины насчитывают около 50 кораблей, катеров и вспомогательных судов. Большинство устарели, многие не выходят в море. Только с 2016 по 2018 года впервые за много лет в состав флота вошли 6 построенных в Украине малых бронированных артиллерийских катеров и 2 десантно-штурмовых катера проекта «Кентавр». Год назад украинские военные моряки получили два патрульных американских катера класса «Айленд». Сегодня США готовят к передаче Украине еще три таких. Но главный проект, который воплощается для укрепления военно-морских сил при участии международных партнеров, это создание двух новых военно-морских баз на Черном и Азовском морях, о чем глава государства объявил в ежегодном послании Верховной Раде. Мы начинаем строить две государственные украинские военно-морские базы для защищения Черноморского региона. Мы строим украинское военно-морское военно-морское, которое сможет защитить Украину на суши, в воде, в воздухе и в киберпространстве. Чтобы больше никогда не возникало даже думки, что можно посягнуть на наш суверенитет, посягнуть на нашу территориальную целесность, або отбрать в Украине часть территории без единого пострела. Этого не будет никогда. А те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность. Согласно недавним договоренностям Киева и Лондона, заключенным во время визита Владимира Зеленского в начале октября, участие в строительстве новых баз в Запорожской и Николаевской областях примут британские специалисты. Для финансирования этих работ правительство Великобритании предоставит заем на 10 лет на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов. Кроме того, состав обновленного москитного флота Украины, то есть флота небольших быстрых кораблей, скоро пополнит 8 британских быстроходных ударных катеров «Барзан». Еще минувшим летом Госдепартамент США одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров Марк-6 и оборудование к ним на общую сумму в 600 миллионов долларов. Они оснащены ракетными комплексами малой дальности. Ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе, а также перспективе дальнейшей международной поддержки в развитии украинской армии, в том числе в МС, мы обсудим с бывшим главнокомандующим силами США в Европе генералом Беном Ходжесом и адмиралом Игорем Кабаненко. Добрый вечер. Первый вопрос. Станет ли сотрудничество украинской армии и НАТО плотнее с вероятным приходом к власти в США демократа? В чем это проявится? В военной поддержке, совместных учениях, морских или сухопутных. Послушаем ответ генерала Ходжеса. Я думаю, новая администрация, вероятно, будет более жесткой по отношению к Кремлю. Конечно, мы пока ждем, когда будет оглашена кандидатура министра обороны. Это будет ключевым моментом к пониманию того, как администрация может подойти к Черноморскому региону и к Украине, а также сдерживанию России и Китая. Избранный президент Байден уже дал понять, что США будут более тесно сотрудничать со всеми нашими европейскими союзниками и партнерами, чем нынешняя администрация. Так что относительно Украины я буду осторожен, но оптимистичен. Спасибо, Бен. Скажите, адмирал, а сможет ли такое сотрудничество снизить градус напряженности между Украиной и Россией в Черноморском регионе? Ну, я не думаю, что непосредственно это снизит градус напряженности, потому что агрессия Российской Федерации против Украины продолжается. И, к сожалению, на сегодняшний день не достигнуто тех результатов, о которых мы говорим все эти 7 лет. То есть не возвращены территории, оккупированная территория — это Крым, и территории, где продолжается противостояние, также оккупированный — это Донбасс. И единственное, что, конечно, эти учения, эти взаимодействия на разных уровнях, они позволят сбалансировать вот эти агрессивные устремления Российской Федерации, которые мы видим сегодня в наращивании военного присутствия и не только там в Краснодарском крае, а не только на территориях Российской Федерации, которая граничит с Черноморским, Азовским регионом, но и в Крыму мы видим там серьезнейшее наращивание — это ракетные комплексы, это системы, различные системы воздушного, наземного, надводного, подводного базирования, которые могут использовать различное оружие, в том числе ракеты «Калибр», которые имеют, ну, большую очередь, ракеты большой дальности, в том числе с ядерной боеголовкой. Соответственно, вот эти действия, которые, совместные учения, совместные мероприятия, они позволяют, во-первых, обеспечить вот это сдерживание стратегическое, которое необходимо в этом регионе, и принести вот этот баланс сил, который во все времена дисбаланс. Ну и, конечно, это тренинг, совместная подготовка личного состава, вот те имплементации тех стандартов НАТО, о которых сегодня очень много говорят, и которые действительно нужно во всех сферах имплементировать, не только там в сфере изучения английского языка, что тоже очень важно, на мой взгляд, это первично важно. Ну и там оперативные стандарты, тактические стандарты, административные стандарты, индустриальные и так далее. Угу. Генерал, а вы как думаете? Я думаю, что это уменьшит амбиции и агрессию Кремля. Черноморский регион – это то, что я бы назвал «котлом конкуренции». Это место, где Запад должен сказать русским, что нельзя применять силу для изменения суверенных границ европейских стран, и что Россия, Кремль, вы не можете выбирать, как поступать Украине, Грузии или Молдове. Я надеюсь, что администрация Байдена будет действовать более решительно. А может ли сотрудничество со странами НАТО в Черном море гарантировать защиту газовых месторождений украинской акватории для привлечения, в том числе иностранных, инвестиций в их разработку? Как вы думаете? Значение Черноморского региона усиливается не только в разрезе военной, но и экономической конкуренции. Например, Россия из-за незаконной аннексии Крыма теперь выступает против экономической зоны Румынии в Черном море. Возможность разногласий по поводу этих претензий тоже немаловажна. Я полагаю, что Европейский Союз обратит на это внимание. И здесь речь идет о соблюдении международного права. Нам действительно нужно, чтобы Германия играла более активную роль в оказании давления на Кремль. Я считаю, что Германия единственная страна, которая может изменить поведение Кремля или хотя бы повлиять на него. А ваше мнение? Я бы разделил заданный вопрос на две части. Первое – это обеспечение защиты газовых месторождений. Имею в виду, что ряд больших площадей оккупированы. Там значительное количество газовых платформ. Бывшего Крыма нефтегаза захвачены были Российской Федерацией еще в 2014 году. И продолжают их эксплуатировать. И в том числе разместили на них такие мини-военные базы со спецназом, с радиационными системами, с системами наблюдения. Но есть же какие-то месторождения в нашей акватории. Да, если говорить об этом, то никто, кроме Украины, возвращать, защищать, обеспечивать безопасность не будет. То есть мы должны четко понимать, что помогать – да, вместо нас что-то делать – нет. Если касается инвестиций и развития тех газовых месторождений, которые находятся вблизи Одессы, вблизи Змеинова, это значительные и очень выгодные месторожения с точки зрения добычи этого газа. Потому что он дешевый достаточно, и то, что необходимо Украине с точки зрения покрытия ее дефицита. То, что касается второй части этой инвестиции, обеспечения инвестиций, открытия возможностей для добычи углеводородов и других полезных ископаемых на континентальном шельфе Украины, вблизи Одессы, вблизи Змеинова и других районах. И здесь, конечно, это все очень важно, если бы, на мой взгляд, сюда зашли, были открыты возможности для захода серьезных инвесторов западных. Хорошо, последний вопрос к генералу. Скажите, а какие еще формы взаимодействия со странами НАТО могут быть выгодны Украине? Допускает ли в Альянсе возможность более тесного сотрудничества с Киевом, нежели проведение совместных учений? И в чем оно может выражаться? Есть три особенности. Первое. Я хотел бы увидеть развитие инфраструктуры для США и, возможно, трех или четырех других стран в Украине для военно-морского флота, для обучения, где американским войскам было бы легче войти в так называемую ротационную базу для учений. Во-вторых, у нас есть широкомасштабные учения на Черном море, в которых будут отрабатываться продвижения, командный контроль и взаимодействие в воздухе, на суше и в воде. И третье. Это усиление обмена разведданными, как это уже делают Румыния и Украина. Я хотел бы, чтобы мы расширили это, потому что украинский флот, армия и разведка будут знать о России больше, чем мы когда-либо знали. Но мы, конечно, должны быть уверены, что русские не проникли в украинские спецслужбы. Спасибо, генерал. Напомню, что на связи со студией Кода безопасности был экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес. Год назад в Украине разработали программу развития военного флота на ближайшие 15 лет. Документ «Стратегия ВМС-2035» предполагает создание в ближайшие 3-4 года так называемого «Москитного флота», состоящего из небольших скоростных и хорошо вооруженных кораблей. Основой такой модели должны стать британские, турецкие, американские катера и корветы. Обсудим это опять-таки с Игорем Кабаненко и представителем Невецкого фонда маршала Бруно Летте из Брюсселя. Добрый день, Бруно. Добрый день. Первый вопрос к вам обоим. Прежде всего давайте поговорим о двух военно-морских базах, которые для украинских ВМС поможет построить в Великобритании, которые мы упомянули выше. Насколько реально запланированы сроки строительства этих баз и почему для них были выбраны именно Бердянский очаков? Конечно, это очень важно. Инфраструктурные проекты такие именно серьезные для обеспечения базирования военно-морских сил Украины. Также важна и подготовка персонала, потому что персонал, учитывая возможности этого «Москитного флота», про который вы говорили, это современные катера с очень важным, таким серьезным, летальным современным вооружением. То здесь, конечно, нужно думать и абсолютно о новом подходе к политике подготовки персонала, отбора персонала, кадровом менеджменту. База военно-морская – это не только причал, не только причальный фронт. Это такая система, в которой масса взаимосвязанных элементов именно военного назначения. Вот, допустим, если взять даже причальный фронт, то там должны быть системы обеспечения электропитания кораблей. Это системы обеспечения водой и другие, в том числе подачи боеприпасов, в том числе системы хранения и обслуживания боеприпасов, базы, арсеналы, технические позиции. Это обеспечение современных мотивационных условий жизнедеятельности личного состава, то есть это соответствующие тренажеры. Это обеспечение служебной деятельности, в том числе жилищный фонд. Жилищный фонд, где вот этот персонал современный, мотивированный, образованный, тренированный, он должен жить в нормальных условиях, по западному стандарту. Вот это и есть военно-морская база. И там еще масса-масса других элементов, которые обеспечивают именно ее жизнедеятельность, поддержание боевой готовности тех сил, которые базируются, и обеспечение того, что называется боездатность и возможности, боевые возможности этих сил. То есть, конечно, это важно, это системные вещи должны быть, но, конечно, должно... Тут очень много таких тонкостей и нюансов. Безусловно, это требует инвестиций, но и профессионального подхода при создании этих баз. Бруно, вы согласны с этой мыслью? Добрый вечер. С точки зрения Брюсселя, Черное море является важнейшим элементом в системе безопасности Украины. Как мы знаем, Украина имеет морскую береговую линию большой протяженности, включающую побережья Черного и Азовского морей. В прошлом нам уже доводилось наблюдать, как Россия начинала свои агрессивные действия именно с морского побережья. Поэтому очень важно, чтобы Украина инвестировала в обороноспособность и делала свой вклад в эту сферу. На самом деле, здесь, в Брюсселе, нам очень приятно узнавать подобные новости. Для НАТО и Евросоюза очень важно знать, что Украина решилась на такой важный шаг. Это означает, что Украина показывает свою полную надежность как партнер НАТО с расширенными возможностями. Для НАТО действие Украины является символом того, что она является не просто потребителем безопасности. Это четкий сигнал к тому, что Украина готова поставлять и обеспечивать эту безопасность. Поэтому модернизация вооружений, как справедливо подчеркивает адмирал Кабаненко, имеет решающее значение, поскольку ее целью является приведение украинских военно-морских сил к стандартам НАТО. Соответствие украинского флота стандартам НАТО – это неотъемлемая часть отношений с Альянсом. Более того, мне хотелось бы особо подчеркнуть важность этого шага, поскольку логично было бы предположить, что в будущем НАТО совместно с Украиной и другими международными партнерами будут проводить регулярные учения или определенные операции в Черном море. Если Украина будет обладать такими военно-морскими базами, она сможет оказывать значительно более существенную логистическую поддержку потенциальным совместным учениям в Черном море. Я сейчас нахожусь в Брюсселе, поэтому могу подтвердить, что здесь все очень рады этому важному шагу со стороны Украины. Адмирал, скажите, а какой из этих проектов будет проще воплотить, а какой сложнее? И в чем вообще отличие Бердянской базы от Ичаковской? Бердянская – это же Азовское море, это Керченский пролив. Насколько это безопасно? Ну, с точки зрения, что проще, что труднее, я думаю, что базы нужно развивать параллельно и на Азовском море, и на Черном море, потому что у нас вот так сложилась ситуация, что у нас два направления, два театра на сегодняшний день морских – это Черное море и Азовское море. И, соответственно, на этих театрах должны быть базы, опять же, которые обеспечивают базирование вот тех сил, вы опять же говорили про москитный флот. И в первую очередь это важно для Украины как асимметричное средство, асимметричное средство сдерживания и обеспечивания адекватного противодействия. Важный элемент тоже – это, опять же, персонал, потому что мотивация персонала, она включает много-много-много аспектов. Это не только зарплата, хотя она действительно важна, но это и условия обитания, это условия жизнедеятельности, это жилищные условия в первую очередь. Это должен персонал, который приходит на много лет, он должен иметь мотивацию и стимулы для того, чтобы служить, как эта профессия, как профессионалы. Профессиональные военные. Конечно. Вопрос к вам обоим. Украина много лет принимает участие в совместных учениях, Сибриз. А насколько сейчас мы технически совместимы с НАТО, на ваш взгляд, объективно? Ну, конечно, существуют проблемы относительно технические. Если вы затронули техническую совместимость с НАТО и здесь, на мой взгляд, важными являются следующие аспекты. Вот что нужно сделать сейчас для того, чтобы улучшить эту техническую совместимость? Во-первых, нам следует очень серьезно заниматься вот этим трансфером технологий, который нам дают сегодня проекты британские по ракетным катерам и проекты американские по патрульным катерам и по амфибийно-десантным катерам. Ну и возможности взаимодействия с Турцией. Об этом много говорилось. Вот технологические вот эти вещи очень важны. Важным, безусловно, является вот все, что соцсуется коммуникацией. То есть коммуникация — это не только передача вот этой вот речевого сообщения или речевых каких-то месседжей. Это символы, которые передаются в автоматическом режиме. Отображаются на соответствующих дисплеях, позволяют соответствующими системами собирать нужную информацию, анализировать ее и выдавать необходимые параметры для принятия решения, начиная от командира корабля и заканчивая высшими начальниками, автоматизированные системы. Другая ментальность — это другие подкоды, это, если хотите, другая техническая культура. Вот эти вещи должны внедряться для того, чтобы мы стали современными. Бруно, скажите, а как вы считаете, вот по градации от 1 до 100, на каком уровне сейчас наша техническая совместимость НАТО в военно-морском флоте? Вы задали очень интересный вопрос. Прежде всего, позвольте мне сначала поздравить Украину с теми достижениями, которые она совершила в течение последнего года. Поскольку действительно, когда мы говорим о реформах и модернизации в Украине, то достижения в военной сфере выходят на первый план. Именно в модернизации этой сферы Украина совершила настоящий прорыв. Не следует также забывать, что все эти важные шаги Украине удалось реализовать в ситуации военных действий во время мирового кризиса. Поэтому мне кажется, что вам есть чем гордиться, особенно в военной сфере. Очевидно, что существуют еще области, в которых есть над чем поработать. Несомненно, Украина проделала огромную работу, и это была весьма полезная работа. Но, естественно, стопроцентной интеграции в соответствии со стандартами НАТО пока не произошло. Просто потому, что этот процесс занимает определенное время. Я также хотел бы особо подчеркнуть, что Украина обладает отличным потенциалом оборонной промышленности. Украина всегда производила высокотехнологичную военную технику отличного качества, которая высоко ценится военными специалистами по всему миру. Если говорить о разработках в военно-морской сфере, сразу вспоминается противокорабельная крылатая ракета «Нептун», создание которой лишь подтвердило признанный авторитет Украины в этой области. Поэтому определенно прогресс есть, и он происходит быстро. Вместе с тем, существуют некоторые сферы, где, по моему мнению, Украине еще предстоит найти интегрированные решения. Например, нужно поработать над тем, чтобы обеспечить более надежные возможности профессионального роста для офицеров среднего звена. Это что касается человеческих ресурсов. Также существует проблема устаревшего оборудования. Некоторые системы и техническое оборудование требуют немедленной модернизации и обновления. Поэтому можно констатировать, что прогресс есть, он заметен, и это очень похвально. — Спасибо большое, Бруно. Но вот как раз вот этот договор с Лондоном, он же и заставил злые языки говорить о том, что эти базы в итоге будут принадлежать Лондону. Насколько это правда? — Это, конечно, неправда, потому что речь идет о базах. И причем это не значит, что они будут базироваться исключительно по этому... Будут строиться исключительно по этому меморандуму. И вот исключительно там будет... Эта стройка будет обеспечиваться специалистами и так далее, сопровождение. Это не так. Эти базы будут строиться совместно. И вот именно британское участие в этом, это участие вот тем кредитам, это очень важно для Украины, потому что это деньги сейчас, под небольшой процент его возвращения. И, безусловно, присутствие специалистов с точки зрения технической помощи, с точки зрения дизайн-проекта, с точки зрения правильного расставления приоритетов. Это очень важно. Потому что никогда в Украине до сегодняшнего дня не строились военно-морские базы по стандартам НАТО. — А это будут наши базы? — Это будут наши базы. Это будут базы для обеспечения, базирования наших сил. То есть ни о каких там баз исключительно для британских или других кораблей речь не идет. Но, очень важно, что, безусловно, эти базы, так как они будут взаимосвоместимы с НАТО, безусловно, заходы кораблей, я думаю, что заходы кораблей в эти базы стран НАТО также будут. — Безусловно будут. Ну, они сейчас заходят в Одессу, но стоят на обычной гражданской... — Да, и это, кстати, между прочим, логистически это не совсем удобно. Если это будет военно-морская база, допустим, как Констанца, да, то там будут созданы все условия, в том числе и условия по безопасности стоянки кораблей со всеми атрибутами, инструментами обеспечения, техническими там и соответствующими силами военно-морских сил будут обеспечены. Это будет, безусловно, важно и нужно. Именно так это происходит в других странах, не только странах Альянса, а других странах, которые принимают корабли. — Еще несколько технических вопросов, если можно. Вот тоже Бруно сказал про «Нептун». Насколько вообще оснащение наших катеров или вот этих катеров ракетным оружием, насколько оно возможно, чтобы это было украинское оружие, или какое оружие мы дополнительно будем для этого закупать? — Ну, я хотел бы обратить внимание, что на сегодняшний день версии вот ракетного комплекса «Нептун» для корабельного базирования пока не существует. То есть это как бы должно быть еще сделано. Но, опять же, нам же нужно защищаться сейчас. Вообще, вчера на море нужно было защищаться, потому что, к сожалению, ну, за эти годы много утрачено. Известно, что из 137 тысяч квадратных километров нашего моря мы не контролируем 100 тысяч. Это огромная территория. И с этим что-то нужно делать, а что-то защищать нужно эту территорию. Для этого нужно иметь соответствующие активы, платформы. Почему вот «Москитный флот», эти катера разных видов и типов классов. — Но это правильная идея, на ваш взгляд, да? — Что, что? — Это правильная идея. — Безусловно, это единственная идея, которая, вот, если взять все остальные варианты, это вот то, что может обеспечить сдерживание. Вот эти две важные функции — сдерживание и адекватное противодействие, если возникнет кризис. Так, возвращаясь к ракетному оружию, то есть несколько опций по обеспечению ракетным оружием вот этих платформ. Безусловно, ракетные катера должны быть британские, должны иметь дальность за горизонт, ну, там, больше 100, там, до 200, минимум до 200 километров, учитывая размеры нашей исключительной морско-экономической зоны, которую мы должны защищать. И амфибийные платформы, платформы, там, другие патрульные могут иметь малого радиуса действия ракетной системы, которая позволяет им эффективно противодействовать вот в случае кризиса. Но, опять же, первый важный элемент вот этого счета — это сдерживание, чтобы ни у кого не было желания вот его попробовать на действительные возможности. Вопрос к вам обоим. Только что стало известно, что Грузия все-таки в ближайшее время предложит ПДЧ. План Ди виден с начальства в НАТО. Украины пока в этом списке почему-то нет. Что нужно сделать, чтобы в этом списке появилась Украина? Я считаю, нам самим нужно очень активно работать именно на рабочем уровне. Потому что с политическими заявлениями у нас все хорошо. Вот на рабочем уровне нам очень предметно нужно работать по следующему направлению. Первое — это взаимосовместимость. Второй аспект — это, безусловно, нужно... Даже я бы на первый место поставил, это военная культура. Это должно быть единое мнение, единое, по крайней мере, как стратегически, с четко обозначенными там дедлайнами, с роудмэпом, то есть как мы двигаемся туда. И, безусловно, у нас не должно быть концептуальных спагетти. Это третий аспект. Концептуальных спагетти, куда мы пытаемся вот какой-то опыт из прошлого там вставить и вот как бы это все еще залакировать или как-то еще сюда добавить. Это не работает. Бруно, а ваше мнение? Дорожная карта или план действий по достижению членства в НАТО — это крайне важный шаг на пути к обретению статуса полноправного члена НАТО. Не следует забывать, что в 2008 году в Бухаресте обеим странам и Грузии, и Украине было обещано получение членства в Североатлантическом Альянсе как конечная цель. Поэтому теперешнюю ситуацию следует рассматривать именно с этой точки зрения. Как и Украина, Грузия на протяжении нескольких лет пользуется статусом партнера с расширенными возможностями. Партнеры с расширенными возможностями — это, как правило, особенные партнеры Альянса. У Грузии с НАТО уже установились прочные и весьма плодотворные отношения. Я бы сказал, что эти отношения длятся немного дольше, чем сотрудничество НАТО с Украиной. Возможно, поэтому осуществление реформы и модернизацию чуть легче проводить в такой стране, как Грузия. Очевидно также, что вооруженные силы Грузии меньше по численности и количеству вооружений, чем украинские. Но это что касается технической стороны вопроса. Однако получение дорожной карты — это не в последнюю очередь политическое решение. Конечно, нужно не забывать о тех бесспорных достижениях Украины, о которых мы только что говорили. Очевидно, несомненно, что они прокладывают Украине прямой путь к получению дорожной карты. Так, думаю, не только я. Здесь, в Брюсселе, существует согласие по поводу того, что в конечном итоге Украина обязательно получит статус члена НАТО. Но, повторюсь, вопрос о предоставлении членства в Альянсе — это политическое решение. Действительно, сроки принятия такого решения нигде не указаны и временные рамки для него не установлены. Но при этом все прекрасно понимают, что положительное решение о вручении Украине дорожной карты так или иначе будет принято. Это доказывается и тем количеством времени и средств, которые обе стороны уже вложили в сотрудничество. Подчеркну еще раз, что не стоит акцентировать внимание на том, что Грузия получает, а Украина не получает. Грузия — это другая страна, имеющая свои особенности, но что здесь по-настоящему важно, это тот факт, что обе ваши страны уже заручились заверениями по поводу будущего членства. Благодарю вас обоих. Напомню, что с нами в коде безопасности был адмирал Игорь Кабаненко, а также представитель немецкого фонда маршала Бруно Летто из Брюсселя. Смотрите нас каждый четверг в 21.05 по киевскому времени на телеканале Дом или в 19.00 на канале UATV. С вами была Татьяна Попова. Увидимся через неделю.